В кинематографической жизни, не то что мира, но даже страны, Томск никогда не играл сколько-нибудь заметной роли. Кроме, пожалуй, одного случая. Здесь, в Томском дворце зрелища спорта, в 1979 году начал свой путь к зрителю фильм Андрея Тарковского «Сталкер». Впервые свою новую картину режиссер представил 15 июня в Московском Доме кино. Публики было много, но все это коллеги, критики, чиновники от культуры. Так называемый рядовой зритель впервые увидел «Сталкера» через две недели в Томске. Почему именно здесь? Все решил случай, который не упустил тогдашний директор Томского дворца спорта Моисей Мучник. Он давно хотел, на самом деле, Тарковского привезти в Томск. Я помню, года за два, наверное, до «Сталкера», я могу ошибаться, прошла в Томске премьера «Зеркало». Тарковского в каком-то из Томских киноклубов тогдашних. Он побывал на этой премьере и, в общем, с тех пор загорелся этой мыслью. А случилось как-то со «Сталкером», отчасти даже случайно, он пересекся в Москве с кем-то из группы Тарковского. И как раз на ту пору Тарковский вроде бы должен был ехать в Канны. Этого не случилось, в Канны поехала Сибириада, фильм «Сталкер» был закончен и как-то удалось договориться о премьере. Причем происходило это все, по моим воспоминаниям, достаточно быстро. Можно предположить, что на приглашение в Томск Андрей Тарковский откликнулся с готовностью. Вряд ли ему еще где-то предложили бы для показа своего фильма такой огромный зал и на несколько дней. Известный, отчасти даже популярный режиссер, имел в то же время ореол полузапрещенного, диссидентствующего, не нашего по меркам советского искусства. Никто и никогда не смел вслух даже про себя произносить о том, что у человека есть душа. О том, что она болит, что она мучается, что она стремится к Богу, что она пытается противостоять миру, что она имеет совершенно неземную оболочку, неземной характер. Тарковский об этом говорил. И поэтому к Тарковскому шли, я имею в виду на его фильмы, как, наверное, к священнику на исповедь. Четыре дня по три сеанса в пятитысячном зале. Почти всегда зал Дворца спорта был заполнен до отказа. После фильма Андрей Тарковский и приехавшие с ним актер Александр Кайдановский и оператор Александр Книжинский отвечали на вопросы зрителей. Еще две встречи с показом «Сталкера» прошли в Томском доме ученых. А где же они что, так здесь и остались, люди? А кто их знает? Помню только, как они грузились у нас на станции, чтобы идти сюда, в зону. Я еще мальчишкой был. Тогда все думали, что нас кто-то завоевать хочет. Умники. Было ощущение проповедничества какого-то. То есть, вот он был приглашен для премьеры фильма, но сверхзадача, как у всякого режиссера, и как я думаю, у него была именно проповедь, но не в миссионерском смысле, а вот рассказать изнутри свое мироощущение. Это было как бы параллельно, собственно говоря, фильму. Или в дополнение к фильму. Виктор Лойша тогда был корреспондентом главной томской газеты «Красное знамя». Но его интерес к Андрею Тарковскому не был обусловлен редакционным заданием. Он ходил на встречи режиссера со зрителем, много беседовал с ним лично из интереса к его творчеству. Сама система ценностей, система мироощущения была, в общем, очень нестандартной по тем временам. Ничего бы там не было, идеологически там, идущего вразрез с советской властью, это просто философское осмысление мира. Я тогда пижонил маленько, парсил, и говорил о том, что в этой религиозности, помню это все, мне кажется, вот это дань моде, вот, а мод штука такая приходящая. В общем, как-то я его впрекнул, вот, и меня удивило, и до сих пор удивляет то, что вот он, ну, кто я был, кто он был, вот, то, насколько серьезно, эмоционально он стал говорить о том, что для него религия, что для него христианство, как он на полном серьезе пытался меня, пацана, убедить в своей искренности. Вот, как бы разговаривал на равных. И вот это вот удивительное ощущение, до сих пор еще у меня сохранилось чувство неловкости от того, что вот мне тогда случилось так неудачно пофорсить за тем столом, но, в общем, мне, да, мне хотелось вот поговорить так на равных с великим режиссером. Очень многие реагировали, как Леонид Ильич Брежнев. Ничего не понятно? Ну, правда, актеры там неплохие. Да. Гринько хорош, да-да-да-да. Вот, приблизительно, вот, на таком противоречии и строилось восприятие томского зрителя. Я думаю, что это естественно. Просматривая сегодня томскую прессу за тот 79-й год, вот, во всяком случае, передо мной газета «Красное знамя», создается впечатление, что приезд Андрея Тарковского в город остался незамеченным, во всяком случае, для журналистов. Единственное, что удалось найти, это два коротких объявления в том же «Красном знамени» за 23 и 24 июня 79-го года. Вот, пожалуйста. «Дворец зрелищ и спорта» 28, 29, 30 июня и 1 июля. Алиса Френдлих, Анатолий Солоницын, Александр Кайдановский и Николай Гринько в премьерном, цветном, двухсерийном художественном фильме киностудии «Мосфильм» «Сталкер» и приписка «Состоятся творческие встречи с режиссером фильма, заслуженным деятелем искусств РСФСР Андреем Тарковским». Мы сидели на летучке, позвонил Легачев, Новоселов, чуть не на вытяжку встал, попросил нас потише сидеть, да. Вот это общередакционная планировка. Вот. Выслушал, потом сказал, кто размещал объявление. Он говорит, это отдел объявлений, это платная вещь. Чтобы больше не было, не повторять, да. И чтобы ни строчки вообще журналистские на эту тему. Непосредственное распоряжение Егора Кузьмича. Последствия были привозы Тарковского, я их в общих чертах помню. Они были достаточно предсказуемыми. На отца, как обычно, написал кто-то телегу в обком партии очередную. А вот вменялась в данном случае, сколько я помню, ему религиозная пропаганда. Вы спрятали, я нашел. Старое здание, четвертый бункер. Ты меня слышишь? Я немедленно сообщаю в корпус безопасности. Можешь. Можешь сообщать, можешь писать на меня свои доносы, можешь отравливать на меня моих сотрудников. Только поздно. Я ведь в двух шагах от того самого места. Ты меня слышишь? Тучи над теми, кто приглашал Тарковского в Томск, постепенно рассеялись. Фильм «Сталкер» все-таки показали в Каннах. Через три года. Он получил приз, были призы и других кинофестивалей. Для Тарковского это оказался последний фильм, снятый на родине. Имели ли те четыре дня в Томске какое-то значение для знаменитого режиссера? Если и имели, то скорее на уровне эмоциональном. Что касается публики Томской, то он совершенно искренне и убежденно... То есть, если он произносил комплименты, то это в лучшем смысле этого слова. То есть, было видно, что... Недежурные фразы. Не просто недежурные фразы, что так его, может, нигде не понимали. Еще? Ладно. Идут. Идут. Продолжение следует...